Надо проверить экскаваторы. Экскаваторы переехали куда-то сюда, но, кажется, вот эти экскаваторы уже ни черта не добывают, хотя вот этот вот что-то добывает. Тут написано 100% галена, а это, по-моему, серебро и свинец, кажется. Тут пусто, и самое интересное, что тут теперь для экскаваторов тоже пусто. Единственное, что я не нашел нефти. Было бы неплохо еще нефть найти. Но, может быть, это не обязательно. Нефть можно добывать при помощи этих дрелей лазерных. Такс, ура! Все прикольно. Все смешно и шикарно. Кстати, вот, собственно, и мой билдер. Это у меня еще был билдер. Так, этот билдер здесь совсем не нужен. Его можно забрать. Еще у меня билдер был где-то тут, который должен был добыть мне 100 тысяч тонн. Но он не добыл. Добывает он как-то очень медленно. этого самого диорита, вот этого всего. Ух ты ж, черт возьми. А что это такое? Кубать это ни в коем случае нельзя. Но это дерево, с которого можно собирать ниточки. А у него наверняка есть специально... Кстати, это всего лишь дерево с ниточками. Давайте произведем эксперимент. Такой сапплинг нам дадут. Насколько я помню, для того, чтобы добывать сапплинги с дерева, нам дали. Оак сапплинг нам дали. Нам дали оак сапплинг. Это точно оак сапплинг? Прямо как-то это печально. Надеемся, что я смогу выращивать такие деревья. А можно ли сделать вот так? Не-не-не, серьезно. А, как надо делать? Хорошо. Мы можем сделать себе такой сапплинг. Что будет, если мы себе сделаем такой сапплинг? Хороший вопрос. Итак, я уже балуюсь. Я хочу такой вот сапплинг. Вот такой вот сапплинг. Spiderweb сапплинг. Ага. Его можно выращивать в ботани-поцах и получать с него ниточки. Что, в принципе, довольно интересная история. Что нам как бы говорит, что мы этим займемся. Единственная проблема заключается в том, что мы не можем заняться этим. А почему мы не можем заняться этим в вот этой вот машине? А мы же можем это сделать. Тем более, что я могу протащить туда крыс. Тупо. У меня тут всего 14 крыс. А крыс мы протащим в мешке. Крыс давно нужно куда-то отпустить, потому что крыс вообще-то обычно нужны. Разбегайтесь, разбегайтесь, дуры. И вот эту крысу мы возьмем с собой. Такс. Что нам нужно? Нам нужен ботани-под. Ботани-под, ботани-под. И нам нужна машинка для запихивания меня внутрь вот этой машинки. Так, да? Так же. О, мы еще не баловались вот чем. Называется Compact Machines. Не. Compact Machines. И у нас здесь есть некоторая штука под названием Item Tunnel. А она не делается? О, печаль какая. О, печаль какая. Я надеялся, что будет делаться. Одна. Воспользуемся рефиком. Такс. Что нам тут надо сделать? А, мы тут ничем не воспользуемся, потому что нам, собственно, нужен ботани-под. И нам нужна хорошая земля под этот ботани-под. Ботани-под. И нам нужен... Soil, по-моему, она называлась. Soil. Soil делается из... О, боже. Гайя спиритов и инсониум блоков. Это дорого. А самое страшное, вот этот Overgrowth Seed, который реально дорогой. Но ничего чуждая нам не чуждая. Почему бы не воспользоваться и дорогим Soil? Единственное, что их производить, это проблема. Такс. Ботани-под. Ботани-под. А вот это вот. А вот это вот сюда пошло. Оно здесь выращивается. О, да. Оно, кстати, выращивается вместе с ниточками. Что там как бы говорит, что находишь фрукт, обкладываешь дерево фруктами, и у тебя все хорошо. И самое интересное, что я пронес крысу, и она производит стринги. То есть, в принципе, эту машину можно, конечно, использовать для ботани-подов. Единственная проблема с ботани-подами очень простая. Извините. Тут все будет очень плохо, потому что надо как-то забирать из этих ботани-подов. У нас нет туннелей, поэтому нужно тут будет поставить рефайнент всякий. Во. Во. Чистенько, аккуратненько, красивенько. И через какое-то время вместо вот этих вот штуковин. Так. А что еще можно сделать с саплингами? Кстати, вот вопрос. Такс. Из саплингов можно сделать всякую еду, как кондлинуты. Если что-нибудь полезное. Биомассу. Из какого мода из циклика? Не, не будем. Так. Ну да, можно сделать некоторое количество. Что тут? Джангл саплинг. Из джангл саплингов тоже можно все это дело вырастить. Не так уж и много всяких фруктовых деревьев. Это было прикольно. Это что такое? Paper one term. Скварка. Undecorated paper one term. Бывает. А нет, ты ж смотри. А это интересная история. Это мэппл сир... То есть это из джангл саплинга можно сделать клен, который будет давать сироп. Что делают из сиропа? Интересненько. Из сиропа... Кулинария меселевый дженерейтор. Из него делают. Ничего из сиропа специального не делают. Maple Candid Beacon. В общем, да. Вот он, наш список деревьев. И ничего интересного нет. Единственное, что такое, это кварк. Fairy Blossom Sapling. Он делается вообще как-нибудь? Да, он выращивается. Это у нас Pine Nut. А, ядровые орешки. Maple. Это что такое? Я не знаю, что это такое. Кстати, все можно купить. А, да, все можно купить. Вообще не проблема. Если вдруг захочу. Sword of Sapping. Ейдалон. Ейдалоном уже пора заниматься. Но, а, ейдалоном заниматься у меня, кстати, печалька. Я хожу без кирки. Я реально куда-то продевал мою алзимодиумную кирку. Кстати, моток надо раздизать и опять зачантать. Крыса, кстати, довольно много собрала ниточек. Прям как крысы, добывающие ниточки. Это смешно, но это действительно так. Так, что я хотел сделать? Я хотел починить вот это всякое мое барахло и потихонечку сгенерировать себе систему. Кстати, мы можем просто тупо вот так вот. А вот это чинится. Да, это чинится. Это Charm of Resistance, которая почему-то Unbreaking 3, которая не должна быть Unbreaking 3. А где мы? Молоток. Он Hammer же называется. Почему он так странно почетниться попытался? Да. Ты же смотри, какой интересный. С рифт-кликом ему не идет. А он сюда не попадает, да? Ну ладно. Какой моток, такой моток. Сломаем, сделаем нормальный. Я его наверняка до конца этих серий не сломаю. Так. Что нам нужно? Нам нужна земляная нода. Это все из Elemental Craft. Там у нас есть земляная нода. Или же воздушная нас интересует. Кстати, вот это можно починить. Какая нода нас интересует. Ну, на самом деле, не важно, какая нас интересует. А у нас есть все, кроме водяных, да? Нет, 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 нет. Вот, есть водяная. Ты же смотри. Какая красота. А, не успел. Какая красота. То есть все ноды у нас есть по одной штучке. Я знал, что я делаю. Я знал, чем это все завершится. Итак. Давайте возьмем инструмент и посмотрим. На этой штуковине. Что из него можно сделать? Fortune. Obsidian. Это на воде. Fire Infused. Не очень понятный. Который просто Fire Infused. Unbreaking на Earth. Почему дважды? Medium Amount. Medium Amount. И на Airy у нас Efficiency. То есть мы можем сделать себе при помощи кирок. Мы можем сделать себе при помощи кирок очень некислое. У нас есть какие-нибудь кирки? Прямо вот так, чтобы их было много. Axe. Я думаю, что это на любой инструмент у нас вешается. О, ютиль Axe. Efficiency Sharpness Unbreaking. Тоже надо этот вот сюда вот зафигачить. Так, можно ли сделать... Есть ли у меня кирки в больших количествах? Ну, на самом деле, я могу испортить все эти топоры и так далее. И сделать себе, например, форчун дофиглярт. А действительно, почему бы мне не сделать из... Что будем делать? Ну, будем делать из вот этих топоров, видимо. Которых 12 штучек. Нет, стоп. Топор-то нужен всего один. А, нет, топоров-то как раз нужно много. Чем мне нужно? Мне нужна наковальня. Мне нужно дофига экспы. Мне нужен из элементов крафта. На чем мы это делаем? Еще раз. На воде. Мне нужна банка с водой. Почему это непонятные пустые банки? Почему посмотреть, что это за банки, можно только оставив их? Почему про них не пишут, что там внутри? Нечестно. Я требую, чтобы писали. Но тут пусто. А в них во всех пусто? А куда делись эссенции, которые я в них наливал? Старательно, между прочим. И они состепились. Окей. Ладно. Ладно. Так, надо поставить механизм где-то рядышком. Вот здесь вот. Механизм представляет из себя вот это, вот это. Сюда идет нода. Сюда идет акселератор. Не надо. Сюда идет экстрактор. Труба. И маленькая инфьюзер. Так, все. Готово. Сейчас я сделаю себе на паксель книжечку с... Не на паксель. Надо, наверное, сделать еще один паксель. И сделаю его Indestructible Efficiency Fortune, наверное. И я совсем забыл, что я на самом деле же храню... Так, зеленое мне, наверное, потребуется. Стоп, еще раз. Паксель инфьюзится чем? В воде у нас Fortune. В земле у нас Unbreaking неинтересно. А в воздухе, то есть мне нужна вода и воздух. А вот это пущай живет здесь. Временно. Вот, теперь у меня есть еще свободные ловилки, которыми я смогу наловить еще себе нод для того, чтобы... Я не знаю зачем. В принципе, земля очень неплоха, потому что вот этот механизм удвоения руды, он прям реально хорошо работает. А что ты тут шляешься? А ты не хочешь stay here? Ты вообще-то крыса, которая должна защищать вот в мою базу. Потому что единственная крыса, которая сможет это защитить. Такс. Ну и, собственно, вот он наш... Вот он наш механизм для ручного... Да, к сожалению, механизм реально для ручного. А мне нужен паксель. Мне нужен паксель. Есть ли у меня паксель? Паксель есть, и он у меня стальной. Кстати, стальной мне тоже сойдет. Хотя он майнинг левил обсидиан, и этот майнинг левил обсидиан. А взимодиумный паксель... А бывает взимодиумный паксель, а бывает взимодиумный паксель, вы не поверите. Какой у него майнинг левил? Я думаю, самый суперский. Надо себе это... Ой, ё, нужно еще и лейблэйд делать. Угу. Так, ладно, считаем. Ой. Аноптеним мулзимодиум, вибраниум мулзимодиум. Ну, вообще, самое раз-два. Пять. Шесть. Вуу, девять. Нам надо девять аноптеним мулзимодиумных слитков. Смотрел, что можно повесить на этот паксель. На этот паксель можно повесить все. Даже то, что вешается, например, на броню. RANDOMBLED TELEPORTS ATTACKER AWAY. Это интересно. Тут я подумал про монобуст. Есть такая книжечка. Мана... Мана... Мана буст и мана реген. Меня интересует мана реген, на самом деле. Можно ли повесить мана реген вот на эту штуковину? Но на нее, на самом деле, ничего нельзя повесить. Обидно, печально. Ну, ладно, что у меня получилось? У меня получилось INDISTRUCTable, Efficiency 12, Fortune 12. Я думаю, что этого на первое время достаточно. Это дикий паксель. И мы его теперь из-за пробуем. Паксель лучше, чем... Ой, ё... А я и не знал, что у меня здесь вот такое всякое. Привет, мужики. Я здесь. Ну? Вам хорошо? Так, нужно было, кстати, что-то делать с ведьмой, доведенной до половины жизни. Но я не помню, что. По-моему, яйцо из нее можно было сделать. В общем, какая-то такая вот история. Так, теперь надо это все дело заложить. А мы же это все дело-то ломали с... Ух. Нет, стоп. Это у меня... Да. Это у меня стеночка. А вот это надо как-то заложить аккуратненько. Ну, в общем, паксель. Не то, что прям супер-супер. Но копает как сволочь. Можно посмотреть вот этот. Этот копает, ну, совсем... Ну, почти так же. Правда, тот паксель копает с такой скоростью любую породу. А этот паксель, он сам, понимаешь ли... Ну, он же для форчуна. Вот, пусть копает, что копает. Или у меня там дырка. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно взять кусочек редстоуна. Смотрите, что получится. Редстоун еще не потрачен, конечно же. Так, с одного кусочка редстоуна. Ну, получаем 15 штучек редстоунной пыльки. А редстоунной пыльки столько мы можем получить из руды. Ну, допустим, из вот такой руды. Нет, ну, это хорошая руда. Это интересная руда. 8 и с вероятностью 6. Нет, наверное. Ну, в общем, да, это хорошая гирка. Не супер. Оп, ой-ё, 12 редстоуна. 12 редстоуна я хочу. С вероятностью 50% еще 2. То есть, вот этот вот механикл сквизер, это сверх фиговина. 8, 2, 2. А может быть, надо все-таки механикл сквизер использовать? Это кто такой? Ротвайнен Редбот? Нет, неинтересно. Может быть, может быть. Кто тут еще есть из интересного? Сколько? 12 или 7 в Энричере. Ну, тоже 12, а тут 15. Ну, так себе получилась, конечно, история. Эндер 3. Приденья какая. Зато мы добыли немножко руды. Инфестед Стоун. Чем мне... Надо, кстати, Инфестед Стоун весь куда-то прям вот полностью, полностью деть. Потому что Инфестед Стоун это не то, что я хочу, чтобы у меня лежало на базе. Я случайно мог этим воспользоваться. Так, ну, в общем, у меня есть восстановленная какая-то штуковина, которой можно чего-то с лаком рубить. А еще у меня есть топор. Ну, так, на всякий случай. Знаете, бывает иногда нужен топор. Такс, окей. Я побаловался. Что дальше? А дальше я, судя по всему, проливал сюда где-то здесь воду. И у меня здесь когда-то стоял компаратор. Он здесь почему-то не стоит. Ну, ладно. На самом деле, учитывая вот тот буфер, я могу сюда просто приходить раз в несколько дней, видеть там 100% не 100% и париться по этому поводу. Это весело, конечно, но... Черт возьми, зачем? Такс. Окей. К сожалению, Integrated Dynamics с нами играть не хочет. Поэтому я даже не знаю, что делать. Можно поиграться в мод ПСИ. У меня есть кнопочка С для того, чтобы посмотреть в этот самый мод ПСИ. Более того, у меня даже нет книжки про мод ПСИ, а все равно могу посмотреть что-то интересное по этому поводу. А, да, я здесь использовал, экспериментировал с пьедесталом высаживающим... В общем, он не высаживает ни черта. Он прекрасно высаживает саплинги, но перестал высаживать сицы. Надо соблазнить вот этого товарища чем-нибудь. А, потому что... Сейчас покажу. Банемил, пожалуйста. И какой-нибудь саплинг. Пожалуйста. Товарищ, ты где? Он был около рыжего дерева. Смотри. У меня для тебя есть подарок. Надо, кстати, еще популяцию курей возродить. Так, ты мне дал один силфшард. Хорошо. Ой. Куда все делать? Ну, у одного клифса, такого клифса. Что делать с этим самым силфшардом? Этот самый силфшард мы несем вот к этой концентролябии. Вот это барахло нам теперь не нужно. А силфшард мы делаем. Так, что нам нужен? Алмаз и три разных саплинга и сицы. Три разных саплинга. Сицы. Алмаз. И из Арс-Ново нас интересует... Из Арс-Ново нас интересует все. А именно три вот таких штуковинки. Так, да? Сейчас будем делать первое дерево. Так-с, 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 так-с. Вот это суем сюда. Все остальное суем, ну, как получится. Так-с. Все остальное суем куда-то сюда. Так. Так. Готово. Из шарда мы получаем чарм. Всего у меня этих самых чармов три штучки, да? Так же у меня есть три кристалла саммонителя. Так же. Что мне нужно? Мне нужно каким-то образом... ...пополнять мою дурацкую ману. А не получится. Не, ну, понятно, что у меня есть куча маны, но как бы мне эту самую ману пополнять? А это что такое? Это маноконденсор. Нет, маноконденсор не нужен. Это производство вот этих вот моногемов. Манасплиттер, манаджар, кристаллайзер. А нет, кристаллайзер это производство. А конденсор что такое? Манаджар. А конденсор как раз то, что нас интересует. Где-нибудь. Где-нибудь. Например, вот здесь. А что это у меня тут даркоки какие-то? А, это я плантером посмотрел, будут ли даркоки выращиваться. Даркоки решили выращиваться. А что это они не рубятся, ни черта. С какой? Сломались даркоки. Сейчас вырастет еще. Не надо нам тут ничего. Нам тут должно быть чистенько. Потому что мы здесь будем делать нашу делянку с... Ну, даркоки, наверное, стоит вырастить все-таки. Или... Ну, как бы это сделать-то по-правильному. Так, чтобы было хорошо. Вопрос. Будут ли эти пьедесталы высаживать мановые цветочки из Арснуво? Это супер вопрос. Так. Ну, допустим. Допустим, вот тут у нас центр. Нам нужен хо, а я хо выкинул. Придется лететь на базу. Во-первых, мы диспелим вот этого товарища. А, кстати, я вспомнил, зачем нужен диспел. Да, диспел нужен, между прочим. Причем мне нужен какой-то валовый вот самый рейнджик диспел. Во-первых, нам нужно здесь... Нет, не V. Y. А, шевст-клик. Нет, стоп. C. C. Нам нужен спел. Нам нужен рейндж диспел. Тут у меня разных спелов. Так, диспел есть. Есть диспел. Стоп. Нам не нужен такой уж совсем диспел. Он должен быть projectile. Он должен быть. И, собственно, все. У нас есть диспел. То есть теперь мы можем выбирать себе диспел. Прицеливаемся у нашего товарища. И он обратно превратился в чарм. Забираем вот это барахло, с которым абсолютно непонятно, что делать. Такс. А идем на нашу фермочку. Ой-ё-ё, сколько у нас барахла. Брахла с нами? Брахла с нами. Эм. И выбрасываем вот этот вот мусор. Эм. Все выбрасываем. Все не нужно. Так, это наша страшная ошибка. Кстати, им можно добывать еще и цветочки. Если высадить цветочки рядышком. Это не надо, это не надо. Все, окей. Где наши даркоки? Должны были выращиваться. Где-то должна была быть гладкая площадка. Вон она. Такс. Выливаем сюда водички. Кто же у нас будет реплентингом-то заниматься? Черт возьми. И делаем тут ферму. Обыкновенную, большую. А вот что интересно. Может быть ферма не потребуется. Давайте произведем эксперимент. Можем ли мы добывать манну? Можем ли мы добывать манну из вырастающих оков? А вот если да, то это будет классно. Такс. Как это делается? Мы ставим... Черт, сейчас ничего не вырастет, потому что ночь. Мы ставим ок. Мы ставим пустую банку маны. У меня есть специальная пустая банка. Эти ребята ее потратили. На нее мы ставим конденсор. Конденсор. Так же. Эм. Я вот не помню уже. Стоп. Это вторая банка. А, мы ставим конденсор. Вот. И он должен будет забрать манну из выросшего дерева. Итак. Все правильно установлено. День. Банмил. Что-то выросло. И, к сожалению, конденсор нифига у нас не получил. Окей. Будем знать. Ой. Все-таки да. Слишком много эффешенси. Тоже плохо. Но зато мы точно знаем, что манаджары будут прекрасно получать манну из простых выращивающихся кропсов. Чем мы сейчас и воспользуемся. Готово, да? Такс. Хорошо. Выращивать мы будем, например, виты. Виты же можно выращивать. Ладно, бонмилом, так бонмилом. Что-то нифига не происходит. А что это оно нифига не происходит? Может быть, из-за того, что это бонмил, у нас ни черта не происходит. Может быть, надо леечкой поливать? Нет. Да, надо леечкой поливать. Так, а если вот эти поливать? Да, с этими тоже все хорошо происходит. Во! Во! Но это немножечко не то. Стоп. А если деревья поливать? А если поливать деревья, то, может быть, с деревьями прокатит? Деревья же сами будут выращиваться? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот у меня выращивается дерево. Но, насколько я помню, леечка его очень странно выращивает. Ай, оно не выращивается, зараза. Да, вот леечка его выращивает как-то вот так вот. И что, все, долетались? Тут больше летать нельзя? О, боже. О, боже. Сделай себе дерево. Черт возьми, большое дерево. Но мана это не дает. В чем проблема? Проблема в том, что... Эй, я бы очередь дали. Проблема в том, что я не смогу получать таким образом ману. Мне надо выращивать что-то вот здесь вот. Для того, чтобы выращивать что-то здесь, мне нужно либо использовать крыс, либо использовать... А почему оно не стекается? Очень странно. Ладно. В общем, здесь и здесь у меня живут пассиву. И потребляют вот эту ману. Для того, чтобы было повеселее, мы даем им сундучки. Вот они у нас складывают все то, что они добывают с сундучки. Ну и, соответственно, нам нужно как-то восстанавливать эту ману. Черт, а как? Может быть... Я думаю, да. Я думаю, четырех харвестеров нам хватит. Ну, в общем, все вот это вот. Где это было-то место? Опять потерялся. Вот. Я думаю, нам хватит этого всего безобразия. Устанавливаем харвестеры. Не так. Харвестеры. Устанавливаем, наверное, вот так. Они у нас тут все харвестят. Где-то тут нужно будет установить магнит, но с магнитом все просто. Магнит все заберет. Лилипетов фертилити обязательно нужно будет поставить. И засаживаем все чем? Я думаю, что засаживаем все обыкновенными ситцами. Почему бы и нет? Где-то здесь, во-первых, запитываем поинтами. Какие все-таки эти прекрасные вещи, поинты. Нужно трубы тянуть. Вот эти штуковины. Эти штуковины все включаем. 21 на 21. О, они наконец-то настраиваются. Ага, ну что, 9 на 9, чувак, кажись. 9 на 9 же? А, нет, не 9 на 9, ни черта. А 11 на 11, пожалуйста. Потому что нужно чуть больше. О, нам починили эти машинки. 11 на 11. Потому что ты стоишь не по центру. Вот. Вот. Так, и вот это тоже включить. И вот это включить. Все. Теперь харвестеры правильно работают. Осталось тут все высадить. Работает. Дальше нам нужно поставить два пьедестала для сборки этого барахма. Я думаю, что пьедестала можно поставить куда-нибудь вот на вот эти харвестеры с магнитиками. Ведь они же будут забирать барахма, улетевшие сюда вот вниз. Еще как будут. Поэтому мы ставим как-то вот так вот сюда магнитики для того, чтобы собирать всякое. Нам нужно еще немножечко бочечек. Нам нужно еще немножечко бочечек. Но пока вот так. Так. Ну и собственно берем наших силфов. У силфов мана есть. Что такое? Что такое? Что такое? Ты почему умер? Эй. А вот умирать. А почему ты умер? М. Урфо. Тебе не нравятся такие кристаллы, бывает. Я сейчас убью всех своих силфов. И у меня все закончится. Я боюсь, вот эта штуковина мешает. Если это так, то это неприятно. Так, силф поехал. Ставим штукуину. Да, видимо придется ловить ещё три operator. одного силфа и вот он значит начинает любить наши а поля вот ему тут все нравится вот в процессе вот этой любви к полям а ну да умершие сил фанеж не навсегда умирают они умирают на временно так это хорошо что я заметил так и по моему сейчас здесь будет жара поэтому как бы надо не доводить до греха так мана есть